Основатель благотворительного фонда «Закроем небо Украины» Игорь Романенко присоединяется к нашему эфиру. Игорь Александрович, приветствуем. Здравствуйте, Игорь Александрович. Здравствуйте. Игорь Александрович, Х-69, цирконы. Что еще есть на вооружении Российской Федерации, что может быть применено оккупантами против мирных украинских городов и населенных пунктов? Какую реальную угрозу представляет это вооружение? Я думаю, нам достаточно и того, что эти новые виды оружия пытаются поставить на поток, масштабировать выпуск, поскольку предыдущего, особенно высококачественного, высокоточного или скоростного, скоростной современной характеристикой оружия, как они считают их специалисты и зарубежные, тоже им не хватает. Поэтому из последнего, это циркон, как бы противокорабельного и корабль «Берег», делали сразу универсальным, и поэтому могут применять и по наземным целям, к сожалению. Мы это видели в ходе ударов воздушных по Киеву, например, верностно циркона. Ну и ракеты, которые давали вы характеристики, К-69, под Су-57 их новый истребитель, и поэтому задачи они себе ставят, чтобы массово реализовать производство и увеличить количество. С точки зрения, как цели противовоздушной обороны, уже была у вас характеристика, это не самое сложное, не очень сложное, она дозвуковая, цель тысячи километров в час, в общем-то просматривается на локаторах ее отделение от самолета, например, потом сопровождение и так далее. А вот с цирконами все гораздо сложнее, потому что гиперзвуковая по-настоящему цель, что значит по-настоящему? Потому что «Искандер-М», значит, ракета, которая под МиГ-31, она становится квазигиперзвуковой за счет того, что добавляются скорости самолета и ракеты. То есть больше пики махи – это квазигиперзвуковая. И это сложная ракета нашим расчетом для уничтожения зенитно-ракетными комплексами, которые обладают противоракетными возможностями, которых у нас, мягко выражаясь, не очень много. А здесь ракета сама по себе, без как бы самолета, без искусственной добавки такой, имеет эту большую скорость. Поэтому здесь надо сосредотачиваться на подготовке расчетов для работы по такого рода целям, имеющим скорость около двух километров в секунду. И, в общем-то, отслеживалась ситуация, откуда они могут ее запускать с наземных пусковых установок. И с упреждением мы оговаривали в вашем эфире действовать, как всегда, более эффективно, уничтожая эти ракеты до пуска. Игорь Александрович, скажите, пожалуйста, вот тоже, нам кажется, очень важный аспект, который следует обсудить детальнее. Так, генеральный прокурор Украины Андрей Костин за своим брифингом заявил о том, что Россия во время ракетных обстрелов территории Украины использовала не менее 24 баллистических ракет северокорейского производства. В частности, речь идет о ракетах КН-23-24. Все мы помним недавнюю атаку на Киевскую область, эту громадную воронку, которую могла причинить, собственно, также севернокорейская ракета. И вот вопрос в чем? Просочилась информация о том, что у этих северокорейских ракет есть вопросы, мягко говоря, по точности для оккупантов. На самом деле это так, и что это означает? Грубо говоря, эти ракеты, ну, прогнозировать вообще траекторию их полета сложно. Вот объясните нашим зрителям, что имеется в виду. Характерно тем, что, в общем-то, КН-23, скорее всего, от которой была вот такая большая воронка, то есть вообще это по времени более старого выпуска ракета, и тогда предполагалось, что точность попадания в цель должна компенсироваться мощностью боевой части, то есть радиусом поражения большим. Отсюда вот такого рода действия. То есть современные ракеты делаются более точными, значит, можно иметь меньшую мощность боевой части, а все равно достигать поражения цели. А поскольку старая ракета имеет такие характеристики, то мы видим ее результаты. По старой ракете можно более эффективно действовать средствами радиоэлектронной борьбы, то есть радиоэлектронного подавления, чтобы она... Ну вот, кстати, удар такого, скорее всего, рода ракеты в район Киева показывает, что там вот то место, куда она попала, это, конечно, для них не цель, и она отклонилась, но эффект, в общем-то, заключается в том, какой мощности она может нанести урон. Поэтому, как любое оружие, мы с вами говорили о предыдущих, более современных, требует изучения, то характеристики самой ракеты, условия пуска, применения этой ракеты и подготовки расчетов противовоздушных, противоракетных, в данном случае я это подчеркиваю. Наше государство стало противоракетным государством, которое имеет, там, с десяток государств серьезно имеют такие возможности, Украина именно такая. И там, где оружие нам поставляется, мы его эффективно используем и применяем не только там, по старым ракетам, а научились это делать и по более современным, и по более характеристиками, которые требуют лучшего и более высокого уровня подготовка расчетов и комплексов с противоракетными возможностями. Игорь Александрович, усиление ПВО действительно является одной из приоритетных задач сейчас в Украине, в частности, увеличение количества систем противоракетной обороны, и среди которых, кстати, и авиация. Насколько, как вы считаете, Украина приблизилась к получению вот тех самых долгожданных F-16? Каждый раз называются новые данные, теперь говорят о конце весны, начале лета. Ну, насколько это реально? Ну, к сожалению, американцы продолжают реализацию своих подходов. По части, Украине не проиграть, но и не проиграть в этой войне и России. А в связи с этим, значит, два направления. Не допустить эскалации, не допустить применения Путиным средствам массового уничтожения. И вот передача самолетов, она связана с этим. На мой взгляд, все остальное от лукавого. Такая политика переросла в последнее время в политиканство. А это очень серьезные стратегические последствия. И вот так наш президент мягко как бы в Мюнхене сказал, что не хочется верить в пересмотр стратегичности. У нас в последнее время мы видим здесь серьезные моменты. Стратегический партнер Америка как себя ведет, стратегический партнер Польша как себя ведет. Ну и вообще тут можно вспомнить про то, что Российская Федерация в свое время, уже в годы независимости нашего государства, тоже имела статус стратегичного партнерства. Мне не хотелось бы как бы одно с другим, так сказать, подсоединять и сравнивать. Но линия поведения, конечно, надо ее пересматривать, потому что, по сути, европейцы были готовы передавать к концу прошлого года. Это со всеми проволочками, которые организуют, и прямо им надо говорить, американцы. Теперь откладывалось на начало года, как и с ракетами дальнего действия. Теперь, когда повели, и тут уже совсем понятно, что весна уж как бы крайне, появилось уже пару статей с заявлениями, что это будет не раньше осени. Ну и потом бравурные заявления генералов и летчиков в центре подготовки, гвардейцев, американцев, что так, все идет хорошо, но вот программу надо подработать, а это значит, по срокам надо ее, так сказать, замедлить в реализации. Поэтому, значит, все тайное становится явным. Для меня это, очевидно, уже сейчас, поэтому сейчас очень тяжелая, конечно, работа с такого рода стратегическим тяжеловесом, как американцы. Вот, но я думаю, что надо заканчивать, подыгрывать им информационно в этом, а надо говорить глаза в глаза, если они стратегические партнеры, про то, что происходит, что это не позиция, что из-за этого гибнут наши люди военнослужащие, и складывается в том числе и в первую очередь из-за поставок такого оружия, как это мы видели и сейчас происходит по всему фронту, восток и юг, 1500 километров, и по-живому у нас ситуация вокруг Авдеевки, и она же не заказчена на Авдеевке, и есть другие места, которые требуют решительных действий в помощи нам, вооружениям. Ну что ж, Игорь Александрович, очень надеемся, что позицию Украины услышали, ну, по крайней мере, на той самой Мюнхенской конференции по безопасности. Остается верить в лучшее и верить в вооруженные силы нашей страны. Игорь Романенко, основатель благотворительного фонда «Закроем небо Украины», присоединялся к эфиру телеканала «Фридом». Спасибо. Благодарим. Это и другие видео вы можете посмотреть в удобное время на нашем YouTube-канале «Фридом». Подпишитесь. У нас только самые авторитетные эксперты. Вся правда о войне России против Украины. Поверьте, этого никогда не покажут федеральные телеканалы.